Тактики и методы, которые Даджаль применяет для распространения анархии и террора в мире. Бади Уззаман Саид Нурси также известил нас, что Даджаль станет источником и направителем сил зла и бесчестия на земле. Он пояснил, что Даджаль будет планомерно распространять хаос и страх на земле, готовить почву для появления Яджуджа и Маджуджа. Новое появление народов Яджуджа и Маджуджа в библейской традиции Гога и Магога среди людей есть одно из знамений последнего времени, обетованное в хадисах пророка Мухаммада. Более того, Саид Нурси дал комментарий и о том, какие тактики и методы борьбы будет использовать Даджаль. Проклятый Даджаль, следуя наущениям и законам сатаны, уничтожит законы веры христиан и разрушит все сплачивающие связи, которые управляют социальной жизнью христиан в мире. Начнет распространение анархии, Даджаль подготовит почву для появления Яджуджа и Маджуджа. Он будет стремиться устранить и исказить истинные божественные заповеди и законы шариата Мухаммада, внушая людям наущения сатаны через их низменное естество — нафс. Нарушит все материальные и духовные связи и порядки в жизни людей, оставляя людей опустошенными в одиночестве с внушениями их невежественного нафса в неверии и пьянстве. О том, какими методами и средствами Даджаль достигнет своей цели, Бадио Узаман Саид Нурси повествует. Даджаль подчинит людей власти их низменного естества — нафса, заставив забыть о душе. Он будет стремиться исказить и уничтожить истинные божественные заповеди Корана, переданные нам пророком, и шариат пророка Мухаммада, внушая людям наущения сатаны через их низменное естество. Как указывает Бадио Узаман Саид Нурси, Даджаль будет стремиться отдалить людей от следования заповедям веры и отдалять их от мыслей о Боге, заставит людей следовать не голосу совести, а зову низменного нафса. Он уничтожит чувство сострадания, милосердия и уважения между людьми. Самопожертвование, милосердие, помощь друг другу в беде. Сострадание, любовь и скромность — это нравственные черты, предписанные Всевышним Аллахом, сплачивающие людей, обеспечивающие их единение, социальную справедливость и мир. Даджаль же будет внушать людям бесчестие и вседозволенность, уничтожать в их душах богобоязнь, тем самым нарушая целостность веры и порождая непокорность божественным повелениям. Саид Нурси указывал именно на это обстоятельство. Он будет удерживать людей в страхе и угнетении. Охваченные, как трясиной, страстями своего навса, они будут искать насильственную свободу, чтобы нападать друг на друга. И эта свобода станет причиной ужасающей анархии. Достопочтенный Алим Саид Нурси особо упоминает в своем комментарии, что Даджаль создаст такую атмосферу в мире, что люди будут ощущать себя независимыми и свободными от всех условностей и божественных повелений, тогда как это будет лишь видимая сторона жизни. Ибо он, Даджаль, будет контролировать все и вся, держа людей в подчинении своей воле и целям. Образ жизни, который будет пропагандировать и насаждать Даджаль, будет представляться миру как свобода современных и самостоятельных людей, обладающих всеми правами и распоряжающимися своей жизнью так, как они считают нужным, отбросив в сторону все пережитки веры и морали, тогда как Даджаль будет контролировать каждый их шаг. Вкусы, культура, стиль и философия жизни, темы разговоров, речь, даже одежда и еда такого общества будет однотипным воплощением их понимания свободы и независимости, внушаемой им силами зла сатаны и Даджаля. Ибо цель Даджаля заключена в том, чтобы ввергнуть таким образом людей в невежество, лишить их способности здравомыслить, самостоятельно рассуждать и оценивать происходящее, сделать их обществом потребителей, которые готовы подчиниться любому внушению. Ибо легче всего управлять невежественными массами, не способными мыслить самостоятельно. Наряду с этим система, созданная Даджалем и основанная лишь на удовлетворении низменных прихотей и желания масс, будет направлять людей не к уму и совести, а только лишь к удовлетворению своих страстей, что приведет к великой смуте и хаосу на земле. Даджаля Даджаля